МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу День в студии Галины Даниловой. В начале выпуска о главных его темах. На Олимпийском проспекте в результате ДТП погибла пожилая женщина. О предстоящих в районе новогодних и рождественских мероприятиях шла речь на традиционном оперативном совещании. Традиционно основные мероприятия у нас пройдут, естественно, в районном дворце молодежи. В театре кукол Огниво готовится премьера нового спектакля для детей. Димка! А ты мне друг? Эти и другие темы в материалах у наших корреспондентов. Сегодня утром на Олимпийском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. В 8.30 утра пожилая жительница города Мытищи переходила Олимпийский проспект в неположенном месте, в 50 метрах от пешеходного перехода. Огромный грузовик, ехавший с разрешенной скоростью, не успел затормозить. Женщина скончалась на месте. В связи с этим трагическим случаем мы обращаемся ко всем пешеходам с просьбой переходить в проезжую часть только в установленных местах, быть внимательными и осторожными, потому что в данной ситуации была такова, что в темное время суток освещения недостаточно бывает. И если человек одет в темную одежду, то практически водитель его не видит. Продолжаем программу. Оперативное совещание по итогам прошедшей недели провел глава района Виктор Азаров. Руководители управления администрации в своих выступлениях докладывали о наиболее актуальных на сегодня вопросах. В том числе от начальника управления культуры прозвучала информация о том, какие новогодние и рождественские мероприятия пройдут на территории нашего района. На повестке совещания наиболее важны на сегодня вопросы. На этой неделе прошел ряд заседаний, исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева, с главами муниципальных образований. Об этом подробно своим коллегам доложил Виктор Азаров. Пристальное внимание Матичинскому району следует сейчас уделить рыночной торговле на прилегающей к Амкаду территории. Согласно постановлению правительства, до 2013 года все рынки должны уйти под крышу, то есть находиться в стационарных зданиях и сооружениях, имеющих все необходимые лицензии и документы. О выполнении программы по вакцинации против гриппа на территории района доложил начальник управления здравоохранения. Стоит отметить, что были обеспечены поставки 48 тысяч вакцин. Владислав Мирзонов также уделил внимание увеличению случаев травматизма с начала декабря. За две недели было зафиксировано 280 таких случаев, что в два раза превышает ежемесячную норму. Основные вызовы поступали со станции, с таких адресов, как станции Мытища, улица Институтская, Новомытищинский проспект, улица Станционная, Летная, Щербакова, Крупская, Олимпийский проспект, улица Колпакова, Попова, Юбилейная. Ну и также было достаточное количество вызовов в Манюхе, Насташково, Бородину. В завершении оперативного совещания начальник управления культуры проинформировал присутствующих о подготовке к новогодним и рождественским мероприятиям. Всего на территории района запланировано более 110 елок и представлений. В Театр Огниво сыграют более 40 спектаклей. Примерно столько же готовит Театр Фест. Традиционно основные мероприятия у нас пройдут, естественно, в районном дворце молодежи. С 23 декабря по 6 января здесь будут мероприятия и для детей, и для молодежи. Причем нужно сказать, что вот всю эту программу, о которой я сейчас говорю, мы составляли с учетом интереса различных социальных слоев населения, различных возрастных групп, ну и с учетом различных вкусовых интересов, которые есть у макичинцев. В районном дворце культуры Яуза с 23 декабря по 6 января пройдут елки для ветеранов, детей с ограниченными возможностями, цирковые представления для самых маленьких. А 27 декабря в 13.00 состоится традиционная елка главы Матищинского района. Марина Стафунина, Сергей Власов, информационная программа «День». В Доме правительства Московской области состоялось заседание Высшего совета при губернаторе, на котором присутствовали главы муниципальных образований Подмосковья. В ходе совещания был рассмотрен ряд важных вопросов. Временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев озвучил задачи на дальнейшее развитие региона, изложенные в ежегодном послании президента Российской Федерации. В кратчайшие сроки должны быть построены новые детские сады или пристройки к уже действующим. Сегодня путевки в дошкольные учреждения ждут 188 тысяч маленьких жителей Подмосковья. Также Андрей Воробьев заострил внимание на вопросе строительства спортивных сооружений. В ходе заседания также обсуждались вопросы строительства железнодорожных переездов на территории Московской области и ситуации с ограничением движения грузового транспорта на МКАДе. Было принято решение о переносе срока ограничения движения большегрузного транспорта с 1 февраля 2013 года на 1 марта 2013 года. Переходим к новостям культуры. 16 подмосковных авторов претендовали на звание лауреата областной литературной премии имени Михаила Пришвина 2012 года. Но единогласным решением конкурсной комиссии победителем назван мытищинский писатель-краевед Валентин Иванович Масков за книгу «Канал имени Москвы. Стройка века. Судьбы людей». Вручение премии состоялось в доме-музее Михаила Пришвина в деревне Дунина. Здесь замечательный русский писатель провел последние годы жизни, создал многие свои произведения. Эти стены, скромная обстановка, доносят ту творческую атмосферу, которая окружала Михаила Михайловича. Сюда приходят прикоснуться к его духовному наследию. Здесь встречаются как старые друзья и лауреаты премии имени Пришвина. И первым лауреатом премии стал знаменитый журналист и писатель и мой старший друг Василий Михайлович Песков. Я оказался третьим лауреатом в 2005 году за двухтомник избранных произведений. И сегодня мы рады, что в нашей компании лауреатов есть и Масло Валентин Иванович, который написал очень хорошую. Спасибо, спасибо, спасибо. Поздравляем вас. Премию имени Пришвина вручают авторам, в чьем творчестве отражена тема любви к родной земле, к малой родине. Именно такой литературе намерено обращать первостепенное внимание Министерство культуры Московской области. С тем, чтобы такие люди, как Валентин Иванович, они все-таки были еще более на виду. И, конечно, и используя и средства массовой информации, и телевидение, и наши ресурсы, все-таки побольше бы о них говорить. Лауреат конкурса Валентин Маслов хорошо известен матищинцам. Он всю жизнь посвятил изучению родного края. Краеведение – это еще познание самого себя. И только тогда мы можем вспомнить такие тонкости, что «А зачем мы-то в жизнь пришли?» Но это надо передать сейчас нашим молодым. Валентин Маслов полон творческих планов и готовит новые книги. Ведь материалы собраны еще минимум на пять произведений. Сергей Берзин, Денис Петров, информационная программа «День». Театр «Огниво» подготовил очередную премьеру для детей. Уже в эти выходные малыши от четырех лет увидят спектакль «Умка» по одноименному рассказу Юрия Яковлева. На предпремьерной репетиции побывала Светлана Кузнецова. Сегодня в Театре «Огниво» царит практически полнейшая тишина. Слышно только, как вешаются последние декорации. А уже в ближайшие выходные 15 и 16 декабря состоится премьера спектакля «Умка». И здесь будет слышен детский смех. Установка красочных декораций, отстройка света и звука, последние сценические прогоны. Совсем скоро юные мытищенцы окунутся в мир волшебной сказки. «Умка» – спектакль по одноименному рассказу Юрия Яковлева про озорного и обаятельного маленького белого медвежонка. Спектакль о настоящей дружбе медвежонка Умки и мальчика по имени Тимка. О дружбе, которая по законам взрослых не может существовать, но для которой не важно ни расстояние, ни внешний облик друга, а важно мироощущение и мировосприятие, сближающее героев. Мне бы хотелось в этом спектакле поразмыслить на том, чтобы ребенок, все-таки, когда живешь в ладу с природой, в ладу, есть русское слово лад, то никакая опасность тебя не может отжидать от природы. Танислав Железкин признался, что и он, и все актеры очень волнуются перед премьерой. Ведь зрителя, особенно маленького, обмануть нельзя. Если спектакль не понравится детям, убедить их в обратном будет невозможно. И поэтому Умка, как и все остальные постановки театра, сделаны с особым подходом. Спектакль Умка длится всего 40 минут. Но маленькие зрители успеют окунуться в волшебный мир этой замечательной сказки. Светлана Кузнецова, Константин Химичев, информационная программа «День». На этом программа подошла к концу. Наш эфир можно смотреть в режиме онлайн. Новости программы и спецпроект на сайте www.tvmy.ru Желаю вам удачных выходных. До встречи. А вас еще ожидает рубрика «Без комментариев», где вы увидите, как сотрудники нашей телекомпании готовятся к Новому году. Наступающие! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова